Девы, что же вам несёт апрель этого года? Ну, я хочу сразу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что солнечное затмение — это вроде как основная такая новость апреля, для вас, пожалуй, это затмение, если вы только, ну, скажем так, для вашего солнечного знака, да, если мы берём внимание только его, то это затмение не очень сильное. То есть оно, по большому счёту, никак на вас не действует и никак себя не проявляет. Это не значит, что в отдельно взятой судьбе оно не будет действовать вообще, потому что у нас у каждого есть карта рождения, и вполне возможно, что там есть резонансные точки, с которыми повзаимодействует затмение. Но в целом буду говорить про этот месяц и упоминать затмение, скорее всего, не буду. Но зато буду упоминать куда более важное для вас событие, и оно связано с проходом планеты, которая отвечает вообще за ваш знак, с планетой Меркурий. По своему ретроградному ходу. Да, у нас Меркурий в этом месяце становится вновь ретроградным. И его ретроградность, и вообще, в принципе, его положение в течение не только апреля, но и мая, и части июня, это положение в земном знаке Тельца. Это очень удачное и выгодное для вас положение. Потому что, в общем-то, когда у нас планета, которая отвечает за нас, описывает атмосферу, в которой мы живём, попадает на длительное время в ту же стихию, к которой относится и наше Солнце, ну вот, например, в вашем случае это земная стихия, к которой относится и Дева, и Телец. В этом случае удача на нашей стране. Нам понятно, что происходит. Мы способны нормально, адекватно отреагировать на любую ситуацию. И нам даются все возможности, арсенал всех инструментов, с помощью которых мы можем решить любую задачу. Притом все задачи по плечу, они не какие-то там из разряда непрогнозируемых или невероятных. Всё это вполне мы понимаем и знаем. Так что апрель в этом смысле для вас не принесёт никаких сюрпризов. Он будет вполне удачным и, ну, таким благополучным месяцем. И от него даже, может быть, стоит ждать улучшения какой-то ситуации, особенно если в марте по какой-то причине у вас было много несостыковок, у вас были срывы, у вас были большие проблемы, у вас были сложности с коммуникацией, с общением с другими людьми, то апрель обещает это всё каким-то образом привести в надлежащий вид, порядок, так, чтобы это уже вас не трогало, не напрягало, не тревожило. Вообще самая удачная часть для вас начинается с 3 апреля и завершается где-то в районе 27 апреля. Ну, по крайней мере, это я вот на апрель говорю. Такой поворотной точкой в каком-то событии, которое вполне возможно в течение вот этого периода всего будет реализовываться, поворотной точкой будет это 21 апреля, когда ваш управитель, планета Меркурий, повернёт в ретроградное движение. Вот здесь вот будут какие-то очевидные изменения. Но какая при этом благая новость здесь вас ждёт? Дело в том, что в течение всего месяца у вашего управителя прекрасный аспект на планету Марс. А это говорит о том, что двигаться вперёд не просто не воспрещается, а просто это даже как бы закономерное развитие трендов апреля. Вам нужно идти вперёд, вам нужно развиваться в каком-то заданном направлении. И если в первой части месяца это может быть такое безусловное развитие, вам не надо где-то останавливаться, вам нужно просто набираться, набираться, набираться опыта, любопытства, знаний, то во второй части месяца это уже прям такая концентрация, внимания на полученном знании. И как вы всё и любите дальше. Алгоритмы, что там, всё разложим по полочкам, по полочкам логические последовательные связи с созданием и так далее. Вот этим всем вы начинаете сниматься с 21 апреля. И вы погружаетесь в эту детализацию. Поэтому первую часть месяца так и спланируйте. Она должна быть такая более связанная с экспромтом, с движением вперёд, с расширением ваших интересов и возможностей. А последние 10 дней этого месяца они наоборот должны содержать в себе концентрацию на каких-то отдельно взятых темах. Вы выбираете для себя темы, которые вам интересны, и работаете только лишь с ними. Вот так распределяют энергию в этом месяце небеса. Также я хочу сказать, что так как планета, которая вами управляет целый месяц, в знаке Тельца, а давайте вспомним характеристику Тельца. Телец — это знак, который связан с возможностями, возможностями именно такого, я бы сказала, материального характера. Это знак, который относится к накопительным знакам, то есть он всё время чего-то под себя подгребает, всё время копит. И вам тоже нужно заниматься накоплениями в этом месяце. Поэтому если у вас давно стоят вопросы финансового порядка, предположим, или вопросы, которые связаны, например, с купли-продажей имущества, с какими-то вложениями, с какими-то инвестициями, то самое время как раз-таки с этими вопросами разобраться на повестке дня и вложений, инвестиций. Кстати, я хочу сказать, что вот этот месяц с его аспектами именно благоприятствует тому, чтобы вы больше инвестировали и поменьше из вот этого объёма средств, которые вы куда-то вкладываете, забирали. Наоборот, нужно вот как-то побольше отдать, потому что это точно, я думаю, уже, ну, если это инвестиции краткосрочные, то вы уже в мае-июне увидите вполне себе благополучный результат от этого. Ну, это, конечно, время пересмотра, например, каких-то результатов вашего какого-то проекта, финансового, в первую очередь, результата, да. Это может быть время пересмотра, например, какой-то вашей там зарплатной политики и так далее. То есть, ну, я думаю, что подсказывать здесь не нужно, вы изначально крайне сообразительный и вполне понимаете, о чём идёт речь в этом случае. Ну и, конечно, раз мы говорим о том, что ваш управитель становится ретроградным и говорим о том, что пора в какое-то знание погружаться сполна, то я предлагаю вам погрузиться как раз-таки в изучение сюжетов, записанных в вашей карте рождения. Да-да-да. В апреле стартует мой курс по толкованию карты рождения, в котором я как раз буду объяснять, что вся карта рождения состоит из связей между планетами, а они образуют сюжеты в отношении какой-то темы нашей жизни. Например, основной сюжет в любви, основной сюжет в отношениях с другими, в деньгах, в выборе профессии, в рисках, в здоровье. А также у нас есть ещё и подсказка со стороны карты всегда, она связана с астрологической компенсаторикой. Вот эти все темы мы обсудим с вами и изучим на курсе толкования карты рождения. Я прям вам дам эти алгоритмы, и мы их будем на практике осваивать на наших практических занятиях. А давать я сами алгоритмы, конечно, буду в лекционном материале. Вы можете приходить на этот курс, даже если вы очень плохо знаете карту рождения и себе даже представляете просто, что из каких-то, да, она возможных элементов состоит. Каких – непонятно. У меня есть целый блок, это краткий анализ карты рождения. И в этом блоке я рассказываю про то, как толковать карту. Схематично, но вы будете это понимать, а дальше вы пойдёте в практику по темам, толкования тем, и закрепите этот материал. Если же вы уже хорошо практикующий человек и хотели бы даже монетизировать своё знание, то у меня есть пакет для астрологов. Он наполнен ещё больше аналитикой, чем все остальные пакеты. Я думаю, после этого вы уже пойдёте в поля. Регистрация на этот курс по первой ссылке в описании под этим видео. Возвращаемся к нашей теме. И, наверное, последнее, что я могу сказать, что в этом месяце было бы хорошо заниматься вопросами, связанными со здоровьем. Но как бы сам по себе месяц не несёт никакого ущерба для здоровья. Но, с другой стороны, он несёт очень много энергии для того, чтобы мы его укрепляли. Поэтому, если вы хотите что-то изменить в вашей жизни, например, вы хотите образ жизни поменять, вы хотите сесть на диету или пойти в спортивный зал, или ещё какие-то мероприятия совершить, может быть, чекап совершить, для того, чтобы понять, что с вашим здоровьем, укрепить его, обогатить его новой энергией, то обязательно сделайте это в этом месяце. Я прошу вас подписаться на мои социальные сети, где бы вы меня не смотрели. Это будет YouTube. Подписывайтесь там. Если на Дзене смотрите, подписывайтесь на Дзен. Смотрите паблик ВКонтакте, подписывайтесь туда. Если меня смотрите на моём Телеграм-канале, подписывайтесь на него.